Диспансеризация Можно ли в Благовещенске встретить Новый год на китайский манер? Не хочет прощаться с праздниками Игорь Забарчук? Можно, конечно, но как бы будет без китайского голубого огонька, без традиционной лепки пельменей, когда вся семья собирается. Если вы просто хотите окунуться в эту атмосферу, ну, наверное, проще в тот же инсульт Конфуция. Это не реклама, но вы можете обратиться к нам. Мы в начале февраля планируем провести празднование китайского Нового года в китайском стиле. 33-й год работаю фельдшером. Смогу ли раньше срока выйти на пенсию? Спросила Лидия Тимохина. Лица, которые осуществляют лечебную иную деятельность в учреждениях здравоохранения, имеют право на досрочную пенсию независимо от возраста. Для этого им нужно отработать 30 лет в соответствующих должностях и в учреждениях. Как малоимущий пенсионер я всегда получал продуктовую помощь от соцзащиты. В прошлом году мне в ней отказали. Почему? Деньги на это идут федеральные, заметил Анатолий Кондратенко. Деньги идут именно из областного бюджета. Они ежегодно при формировании бюджета на эти цели выделяется определенная сумма денежных средств. И в том случае, если количество обратившихся граждан оказалось выше, чем выделенная сумма денежных средств, то мы не выдаем гражданину эту помощь, но тем не менее заявку на него формируем. Мне кажется, мой кот Тимошка чувствует в квартире присутствие сверхъестественных сил. Правда ли, что питомец может видеть призраков? Поинтересовалась Мария Платина. Я думаю, что все-таки научно это не обосновано. Просто у нас кошки, они очень чувствительны к природным аномалиям, у них такое строение организма. И все их поведение можно объяснить очень хорошим обонянием, очень хорошим зрением в ночи. Поэтому вы видите такое странное поведение периодически в животных. Редактор субтитров А.Семкин